Большое спасибо, Кирилл. Большое спасибо, друзья, за ваши смайлики. Пожалуйста, поставьте плюсики, как меня слышно. Отлично, вижу плюсики. Ползунок у меня, к сожалению, почему-то не двигается. Но хорошо. Меня зовут Марина Александрова, как меня уже представил Кирилл. Я являюсь начинающим лидером нашей команды. И сегодняшний вебинар наш будет посвящен такой теме, как MLM-центр – важнейший инструмент в работе современного сетевика. И я надеюсь, что у вас сегодня отличное настроение. Сегодня понедельник, что вы отлично провели свои выходные дни, набрались сил для новых свершений. В Москве сегодня наступила просто дикая жара, поэтому мозг немножко начал плавиться, так как в большом мегаполисе, конечно, совершенно невозможно практически в жару находиться. Но, тем не менее, я надеюсь, что это не испортит. Я вижу сегодня очень много флажков всевозможных, то есть на вебинаре на нашем присутствуют не только люди из разных городов, но также из разных стран, поэтому давайте поприветствуем друг друга смайликами. Это всегда очень здорово, видеть мощь нашего самого главного инструмента в ведении MLM-бизнеса, такого как интернет. То есть я сижу дома, в комфортной обстановке, и, тем не менее, могу общаться с вами, друзья, с разных абсолютно городов мира. Ну что ж, и, конечно же, давайте я представлюсь, чтобы вы получше меня узнали. Мне 31 год, я живу в Москве и воспитываю маленькую дочку Аришу. Я активно развиваю свой MLM-бизнес через интернет. Я начинающий лидер команды Wellness Team, веду свой авторский блог, который посвящен техническим моментам ведения MLM-бизнеса через интернет. Также являюсь автором обучающего курса «7 первых шагов в MLM-бизнесе через интернет» и практического руководства создания электронной книги «Отта до я». Ну и, конечно же, я провожу свои авторские вебинары по MLM-тематике и личностному росту. Я вижу, друзья, вы поставили нам с вами все друг другу смайлики, это очень здорово. И следующий момент, о котором я хотела бы рассказать вам, что такое MLM-центр. Мы, прежде всего, давайте начнем с такого понятия, что ведение MLM-бизнеса – это, прежде всего, конечно же, самый MLM-бизнес, это, конечно же, бизнес-чисел. И для того, чтобы достигнуть здесь успеха, конечно же, нужно привлекать как можно большее количество людей. И сейчас на вашем экране вы видите слайд, на котором я изобразила скриншоты небольшие, на которых вы можете увидеть, к какому результату можно прийти, начиная вести свой MLM-бизнес через интернет и применяя нашу систему ведения этого бизнеса MLM 2.0. Вот на первом самом скриншоте – это скриншот из моего почтового ящика. Такие письма я получаю регулярно, по несколько раз в день, скажем, да. И это письма, в которых меня информируют о том, что еще несколько человек заинтересовались нашим бизнесом. Откуда эти письма берутся? То есть люди, которые получают наши авторские рассылки и рекрутинговые рассылки, на определенном этапе, конечно же, хотят узнать больше о нашем бизнесе. И я всегда предлагаю заполнить некую форму, с помощью которой люди и дают мне знать, что они готовы идти дальше. И таким образом эти письма попадают ко мне в почтовый ящик. И я уже могу общаться с этими людьми напрямую. Следующий мой скриншот – это количество человек, которые посещают мой блог. Блог, то есть тот MLM-центр, который я веду. И обратите внимание, пожалуйста, что я не веду его несколько лет, я не SEO-специалист, я абсолютно, можно сказать, новичок в ведении именно в продвижении блогов, сайтов. И вот именно такого результата я добилась за несколько месяцев. То есть уникальных посетителей на мой блог приходит до 250-260 человек в день. Вот это довольно неплохой результат. Дальше вы видите скриншот, который я сделала. Это данные Алексея. То есть на данный момент, вот скриншот я делала этот вчера, и мой блог занимает 5753 место по России. И это тоже довольно неплохой результат для блога, который, в общем, существует всего несколько месяцев, и который я не так давно активно продвигаю. И идем мы с вами дальше. Сегодня я хочу познакомить вас с такими вот понятиями, что такое MLM-центр, в чем отличие MLM-центра от обычного блога, зачем сетевику блог и какую роль он играет в его работе, как правильно выбрать нишу и определить целевую аудиторию при создании MLM-центра, составляющие успешного блога, 7 секретов развития дружеских отношений с читателями блога и конвертации их подписчиков, топ-10 эффективных способов продвижения MLM-центра и привлечения трафика, а также как извлечь пользу из страницы ошибок 404, и что за зверь отпугивает посетителей с вашего блога. Ну и, конечно же, в конце вебинара вас ждет от меня небольшой подарок. И сейчас я хотела бы спросить у вас, насколько у нас люди, много людей, которые, из присутствующих, которые уже ведут свой блог, свой MLM-центр. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто из вас ведет его. Ну, я вижу, что довольно большое количество людей уже ведет свой блог, свой MLM-центр. Это здорово, потому что сегодня я озвучу несколько полезных фишек, которые я применила на своем блоге, которые будут вам, надеюсь, полезны. И мы переходим к такому моменту, что же такое MLM-центр. То есть для новичков, которые сегодня присутствуют, я поясню. На первый взгляд, MLM-центр – это тот же личный блог с регулярно обновляемым авторским контентом, уникальным контентом. И блог MLM-центр использует движок WordPress. И основное его отличие состоит в том, что MLM-центр решает три строго определенные задачи. Что же это за задачи? Давайте с вами посмотрим. Прежде всего, это формирование персонального бренда, создание доверительных отношений с читателями. Ну и самая главная задача MLM-центра – это, конечно же, рост подписной базы. То есть рост того количества человек, с кем мы и будем развивать наши доверительные отношения, с кем мы будем работать, и кто впоследствии станет нашим партнером. И сейчас я хотела бы обратить ваше внимание для тех людей, кто еще не выбрал нишу для ведения вашего MLM-центра, какие же три главных элемента следует учесть. Прежде всего, это ваш собственный интерес. Для того, чтобы это сделать, я рекомендую сделать такое упражнение. Оно очень простое, но, тем не менее, очень действенное. Возьмите лист бумаги А4 и в центре напишите «Мне нравится». Ведите это в кружочек, и дальше вокруг этой надписи в произвольном порядке напишите все то, что вы любите делать в своей повседневной жизни. И записывайте туда все, что только сможете вспомнить. Возможно, вы любите шить, вышивать, водить машину. Может быть, в школе вы активно участвовали, рисовали какие-то стен газеты, участвовали в КВН-ах. В общем, это может быть все, все, что угодно. Запишите все, что сможете вспомнить. И второй момент этого упражнения. Возьмите еще один лист А4 и в центре напишите «Я умею это хорошо делать». И дальше уже вокруг этой надписи напишите все, что вы умеете делать очень хорошо, в чем у вас уже есть определенные навыки. И потом, конечно же, следует сравнить эти два листочка и посмотреть. Вы тут уже явно увидите, к чему ваша душа лежит больше и какую тему вы можете взять. И сейчас, конечно, бывает очень нелегко выбрать эту тему, тему для блога, то есть вашу нишу. Поэтому мы давайте перейдем с вами еще ко второму элементу. Прежде всего, когда вы уже наметили, какая тема вам наиболее интересна, необходимо будет узнать, какой уже спрос в реале и в интернете. Почему в реале тоже? Потому что если есть спрос в реале, то, возможно, если еще и нет в интернете спроса на эту тему, то, возможно, в скором времени он появится. Потому как в интернете у нас с небольшой задержкой все происходит, все переходит рано или поздно, все равно. Поэтому в реале можно сходить, например, в книжный магазин, посмотреть, есть ли литература по вашей теме, пользуется ли она спросом. И как же это можно определить? Обратите внимание на тираж, которым выпускается та или иная книга. И вам сразу все станет понятно. Возможно, она выпускалась несколько раз. В интернете же спрос можно определить с помощью таких сервисов, как Wordstat от Яндекс и AdWords от Google. Сейчас на экране вы видите ссылочки, отмеченные красным. И третий момент, на который я хотела бы обратить ваше внимание, это, конечно же, конкуренция. Как определить своих конкурентов? Это очень просто сделать. Введите в поиске Яндекс или Google название той ниши, а лучше и там, и там, которую вы выбрали, и изучите сайты и блоги всех, кто выходит на первой странице. Это, собственно, и будут все ваши конкуренты. И на что здесь необходимо будет обратить свое внимание? Прежде всего, необходимо оценить, насколько они являются профи, насколько раскрыта тема, заявленная, какова посещаемость их ресурсов, как часто обновляется на их блогах контент, ну и, конечно же, количество комментариев. И для оценки этих вражеских, так сказать, сайтов можно использовать такие сервисы, как MegaIndex, Alexa, LibInternet, pr.cu.ru. С помощью них вы сможете определить и их показатели, и количество посетителей на их блогах, то есть всю необходимую информацию, которая даже иногда бывает не видна обычному глазу. И я хотела бы вам с вами поделиться небольшим списком тем, для ниш, для кого все-таки представляет сложность определить. Можете воспользоваться этим моим списком. Сейчас я сброшу в чате ссылочку. Можете скачать и посмотреть. Так вот, пожалуйста. Возможно, это вам поможет встать на правильный путь. А мы с вами идем дальше. И следующий момент, который является наибольшее, главным вообще во всей работе с блогом, с MLM-центром, это, конечно же, правильное определение целевой аудитории. Что же такое целевая аудитория? Это определенный круг людей, которые заинтересованы той информацией, которую вы предлагаете на своем блоге. И что здесь Влад пишет, почему-то ничего не слышно. Поставьте, пожалуйста, друзья, плюсики. Все нормально со звуком. Звук есть. Отлично. Пожалуйста, напишите, пожалуйста, Владу в чате, что ему необходимо сделать, потому как меня он все равно не услышит. Ну, а я буду продолжать тогда. Как же определить, как выглядит ваша целевая аудитория? Здесь следует составить очень-очень подробный портрет вашего посетителя, вашего блога. То есть здесь надо будет написать возраст. Возьмите листочек бумаги и запишите все по пунктам. Возраст, пол, образование, семейное положение, социальное положение, чем занимается, какие у него интересы, каков уровень доходов и так далее. То есть здесь следует записывать все-все подробности, которые только вы сможете сделать. И для чего все это делается? Все это делается для того, чтобы узнать проблемы и потребности ваших посетителей и предложить им решение. Это ваша главная задача. То есть насколько вы подробно это все изучите, насколько вы правильно определите проблемы и потребности ваших посетителей, настолько и будет эффективна ваша работа и выстраивание доверительных отношений. Итак, идем дальше. Дальше я хотела бы обратить ваше внимание на составляющие MLM-центра. То есть есть какие-то основные главные параметры, которые должны быть на любом блоге, на любом MLM-центре. И прежде всего, это, конечно же, информация об авторе. То есть какая-то должна быть информация. Будет здорово, если у вас в шапке будет ваша фотография, если будет видеообращение, ну и, конечно же, страница с вашей историей, чтобы ваши читатели смогли познакомиться с вами поближе. Потому как, прочитав какие-то ваши статьи и найдя в них полезную информацию, они, конечно же, заинтересуются, а кто же автор. Кто он такой? Может быть, найдет какие-то схожие черты с вами, и это будет вас только сближать. Следующий момент – это заголовок и описание. Самое главное – правильно поставить заголовок, да, то есть чтобы ваш заголовок отвечал именно той теме, которую вы и будете раскрывать, чтобы люди, зайдя на ваш блог, сразу же могли понять, о чем вы здесь пишете. Следующий момент – это форма подписки, которая находится в сайт-баре с правой стороны, либо в самом-самом вверху, сразу под шапкой. И эта форма подписки должна привлекать наибольшее внимание, потому как, напоминаю, что самая главная задача нашего MLM-центра – это, конечно же, набор нашей базы подписчиков. Поэтому, пожалуйста, сделайте вашу форму подписки красивой, яркой, чтобы она привлекала наибольшее количество подписчиков ваших, наибольшее количество посетителей, хотела ввести свои данные в вашу форму. И следующий момент – это контакты в социальных сетях и РСС. То есть ваш блог, конечно же, должен быть связан со всеми социальными сетями, интегрированных, в которых вы зарегистрированы. Я рекомендую использовать такие социальные сети, как Facebook, ВКонтакте и Twitter. Вера, запись, скорее всего, будет. Следующий пункт – это страница контакты на самом видном месте. То есть, чтобы человек не искал, в случае, если он захочет вам написать какой-то отзыв или спросить что-то, он должен с легкостью найти эту страницу с контактами. Она может быть выделена как в отдельный пункт, так и находиться в странице об авторе. И следующий момент – это блог с партнерскими программами. Конечно, для молодых блогов и для начинающих людей продажа партнерских программ, продвижение партнерских программ с блога не является самоцелью на первых порах. Но, тем не менее, это все равно важный момент, потому как мы все с вами развиваем множественные источники дохода. Поэтому я рекомендую вставлять блог с партнерскими программами. Итак, мы с вами идем дальше. Какие же характеристики MLM-центра? Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в конце, чтобы я не отвлекалась. Хорошо? Какими же характеристиками должен обладать успешный MLM-центр? Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что такое MLM-центр. Это наш виртуальный дом. Что мы делаем с гостями, когда приглашаем их к нам домой? Мы, конечно же, угощаем их самыми вкусными, самыми лучшими явствыми блюдами. Мы накрываем лучшими скатертьями стол, ставим лучшую посуду. То есть пытаемся всевозможно угодить нашим гостям, особенно если это те люди, которые нам приятны. То же самое должно происходить и здесь. То есть наши посетители – это наши гости. И мы должны им предложить самый вкусный, самый полезный и самый уникальный контент, который мы только сможем создать. И это залог самый главный успешного блога. Следующий момент – это простота и аккуратность шаблона. На сегодняшний день есть большое количество бесплатных шаблонов, которые предлагает нам интернет. Мы можем скачать. Но здесь есть некоторые подводные камни, о которых новичок может не знать. Очень многие бесплатные шаблоны содержат в себе скрытые ссылки, которые не видны на первый взгляд. И новичок не всегда сможет все это распознать. Тем не менее, для поисковых систем это может сыграть злую шутку с вами. Потому что эти ссылки могут ввести бог весть куда. То есть те люди, которые создавали эти бесплатные шаблоны, они делали это с определенной целью. И это следует всегда учитывать. Поэтому если вы используете бесплатные шаблоны, то вам следует либо обратиться к человеку, который хорошо разбирается в HTML кодах и PHP кодах, чтобы он смог посмотреть, нет ли там скрытых ссылок. Ну, а я на самом деле рекомендую использовать платные шаблоны, потому что, как правило, они лучше становятся на блог, не происходит никакого перекоса при установке различных плагинов, и с ними гораздо проще работать. Также очень важны цвета вашего блога. Я рекомендую использовать 2-3 цвета фона. Этого вполне достаточно. Не используйте разноцветный шрифт внутри статей. Ваш блог, конечно же, должен быть выдержан в бизнес-стиле. Это должна быть очень удобная навигация. Вот, например, я иногда захожу на некоторые блоги, даже очень известных людей, профессионалов в своей области. И для того, чтобы посмотреть, какие есть статьи на ту или иную тему, мне приходится провести не один десяток минут на этом блоге в поисках, потому что у них настолько все это заковыристое. Поэтому обратите на это внимание, чтобы любой человек, даже новичок, который только вчера пришел в интернет, только вчера научился включать компьютер, смог разобраться на вашем блоге. Это залог успеха. И, конечно же, еще раз отмечу, что это хорошо заметная форма подписки. Идем дальше. Я предлагаю вашему вниманию несколько своих секретов в развитии дружеских отношений с читателями и конвертации их подписчики. На самом деле я заявляла о семи пунктах, но я расскажу вам немного больше. И первый пункт – это, конечно же, видеоприветствие автора блога. Это видеоприветствие играет большое значение, потому что, по своему опыту могу сказать, с того момента, как я установила это видеоприветствие, посещаемость и то время, которое проводят посетители на моем блоге, увеличилось в несколько раз. Поэтому обязательно запишите видеоприветствие, можете рассказать о том, что именно посетитель найдет, ваш читатель найдет на вашем блоге, какие функции у него есть, что он может скачать бесплатно, какие курсы вы ему рекомендуете, может быть, платные. Но, тем не менее, когда вы делаете это в дружеской ноте такой, это выглядит несколько иначе. Кроме этого, человек, который прочитал ваши статьи и извлек какую-то определенную пользу, всегда ему будет приятно посмотреть, как вы выглядите, как вы жестикулируете, насколько ему приятно смотреть на вас. Потому что, ну, не секрет, что иногда мы общаемся через интернет с одним человеком, а при встрече он оказывается совершенно другим. И видеоприветствие, оно отчасти решает эту проблему, то есть располагает к вам, ваших посетителей. И я хотела бы поделиться для тех, кто не знает, как это можно сделать. Сделать это очень просто. Достаточно завести канал на YouTube, загрузить туда ваши видео. Причем видео сегодня можно снять на любой телефон или обычную фотокамеру. Причем в фотокамере видео достаточно приличного качества сегодня. И загрузить его впоследствии на YouTube. Затем спуститься вниз под видео, нажать вкладку «Поделиться», «HTML-код» и просто скопировать этот код. Затем вам следует пройти в админку вашего блога, войти в вкладку «Внешний вид», «Виджеты», перетащить в правую колонку «Виджет текст» и просто вставить как раз этот код вашего видео сюда. И, конечно же, не забыть сохранить. Здесь у вас может быть такая проблема, что видео будет большего размера, чем ваш вот этот сайт-бар. И все это решается очень просто. Вот в первой строчке, если вы обратите внимание, написано «iFrame Width» и «Height». И здесь вы можете вручную поправить, конечно же, сохраняя пропорции, и подобрать то цифровое значение, которое подходит именно вам. Это тоже очень удобно. Следующий секрет, о котором я хотела бы вам рассказать, это страница «Спасибо за ваш комментарий». То есть, когда человек заходит на мой блог, читает что-то, оставляет первый комментарий, его перебрасывает сразу на страницу вот такой вот благодарности. Здесь у меня изображен такой веселый котик. И что я здесь обычно пишу? И что я рекомендую здесь написать вам? То есть, не все люди, которые оставляют первый комментарий, знают, что комментарии появляются после того, как одобрит эти комментарии автор. Поэтому здесь важно предупредить, что оставленный комментарий появится не сразу, а только после того, как вы его одобрите. И делается это для отсеивания спамеров, чтобы человек не переживал и не дублировал эти сообщения, потому что для новичков это действительно иногда бывает непонятно. Дальше здесь можно предложить подписаться на обновление блога, то есть на РСС, и тут же поставить красивую кнопку «Подписаться». Также здесь можно описать, что конкретно подписка даст вашему читателю. Подписчики блога, кстати говоря, это такие же подписчики, с которыми можно работать. То есть, на сегодняшний момент есть функция переноса подписчиков по РСС, например, в Smart Responder. Делается это довольно-таки просто. Поэтому этим не стоит пренебрегать. И с вашими читателями вы сможете также общаться. Дальше опишите, что конкретно даст это вашему читателю. То есть, это значит, что он будет получать анонсы новых статей на свой e-mail. Он будет получать в самом первом бонусы, ваши подарки и другие какие-то спецпредложения. И в том случае, если человеку действительно понравилось на вашем блоге, если он вынес какую-то полезную информацию, применил, тем более, если он получил результаты, то это вообще здорово. И он обязательно вернется к вам снова и снова. Дальше можно посоветовать, что еще можно почитать интересного на вашем блоге. И обычно здесь дается список самых популярных статей. Либо по количеству комментариев, либо по количеству лайков. То есть, человек, который заинтересовался, с удовольствием почитает какие-то другие статьи, которые вы предлагаете, а как следствие проведет на вашем блоге большее количество времени. И это увеличит вашу ценность в глазах поисковиков. То есть, это такой некий способ продвижения. Идем дальше. Следующий секретик – это оповещение читателя, что на его комментарии дан ответ. Я очень часто встречаю на многих блогах отсутствие этой функции. То есть, я оставила какой-то комментарий. И если автор дал мне ответ, я об этом иногда узнаю просто из повторного посещения. Когда мне уже становится любопытно, а что же там действительно ответил или не ответил мне автор. Конечно, очень многие блогеры и авторы MLM-центров ставят общую подписку на все комментарии. Но это не всегда удобно. Потому что некоторые, особенно очень посещаемые ресурсы, получают 100, 200, а то и больше комментариев. И засыпать в свою электронную почту таким количеством – ну, это просто ужас какой-то. Потом замотаешься все это дело вычищать. Поэтому вот этот плагин Reply.me, он именно отвечает за то, что ваш читатель будет получать ваше оповещение о том, что на его комментарии дан ответ. То есть, это можете быть вы или какой-то другой читатель. Следующий момент. Вот как раз то, о чем я говорила только что на многих блогах, люди предлагают такой вариант – подписка на все комментарии. За это отвечает плагин Subscribe to Comments. Ну, на самом деле, иногда этот вариант тоже бывает полезен. Например, когда проводится какое-то активное обсуждение того или иного вопроса, и вам интересны все мнения. Или, например, когда ведется на блоге конкурс. Вы хотите знать о всех статьях, которые люди сдают на этот конкурс. И еще такой момент, о котором я хотела бы с вами поделиться, это отправка благодарственного письма читателя на e-mail. Всегда приятно, во-первых, получить спасибо, а во-вторых, вот этот плагин ThinkMeLetter, он имеет две функции. То есть, во-первых, это просто благодарность читателю, в котором... Читатель получает письмо, в которое вы благодарите за оставленный комментарий и приглашаете посетить ваш блог снова. И еще одна функция есть у этого плагина. Я, кстати, о ней узнала не так давно, но, на мой взгляд, она очень и очень ценная. То есть, здесь как раз и заключается секрет конвертации каждого читателя практически. Ну, на моем блоге, по крайней мере, любой человек, который оставляет комментарий, тут же становится моим подписчиком. И сейчас я вам расскажу, как я это делаю. То есть, это подарок за первый комментарий. Что это может быть за подарок? Это может быть ваша книга или какая-то другая полезная литература, которую невозможно найти в свободном доступе. Это может быть набор графики, набор 3D-обложек для инфопродуктов, полезный какой-то ваш вебинар или какого-то другого человека, набор шаблонов для мини-сайтов. Ну, здесь вы всегда уже знаете, в зависимости от выбора вашей ниши, в которой вы ведете блог, что будет интересно и наиболее ценно вашим читателям. И чем большую ценность это имеет, тем, естественно, больше конверсия подписок и того, что ваш читатель станет вашим подписчиком. На моем блоге, еще раз говорю, это происходит практически с каждым. То есть, продумайте, что это может быть такого очень-очень ценного, что поможет вам именно это сделать. Следующий момент – это список топ-комментаторов с открытыми ссылками. Ну, для продвижения любого блога, конечно же, важно количество ссылающихся сайтов, особенно если это тематические сайты. И очень многие блогеры увлекаются таким моментом, как оставление комментариев именно для того, чтобы попасть вот в этот топ-комментаторы, в этот вид же топ-комментаторы и получить обратную индексируемую ссылку. Некоторые блоги делают не все открытые, а только спустя какое-то количество комментариев. На моем блоге они открыты именно для топа 10 комментаторов. И зачем это делается? Для того, чтобы стимулировать людей, комментировать блог, просто какой-то стимул, который даем мы им для того, чтобы они более активно продвигали, тем более, что первые 3-4 строчки они всегда обращают на себя особое внимание. Советую вам это тоже использовать. И за это отвечает такой плагин, как топ-комментатор с виджет. Следующий момент – это форма подписки на рассылку. О важности я, конечно, уже говорила. Но здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что. В этой форме подписки будет здорово, если вы будете ставить какие-то 3D-коробочки с дисками или красивые картинки. Снабжать такими вот картинками, как новинка, специальное предложение, свободный бесплатный бонус и так далее. То есть все, что только сможет привлечь внимание вашего читателя к этой форме подписки. И чем, еще раз повторюсь, чем красивее и привлекательнее выглядит эта форма, тем большее желание возникает у человека ввести свое имя и имейл. Следующий пункт – это всплывающее окно или всплывающий футер. И здесь, конечно же, я знаю, что многие люди очень негативно относятся к таким вещам, но я думаю, что для многих из вас не секрет, что это очень хорошо работает. Какой совет хочу дать я, исходя из своего собственного опыта? Я на блоге не ставлю такое классическое всплывающее окно, я ставлю именно всплывающий футер. Работает он не хуже, но негатива такого не вызывает. Поэтому мой вам совет использовать на блоге именно всплывающий футер. Всплывающее окно я, конечно, также использую на своих сайтах-воронках, оно тоже приносит очень хороший результат. Но так как на сайт-воронку люди, как правило, попадают единожды, то здесь меня больше интересует тот результат, который я хочу получить, то есть количество подписчиков. На блоге же несколько другая позиция. Здесь мнение моих посетителей, моих подписчиков для меня важно. Поэтому здесь я стараюсь все же учитывать их какие-то пожелания. Идем дальше. И для того, чтобы установить всплывающий футер, есть такой плагин OptinCrusher. И я сегодня открою вам секрет, им с вами поделюсь. Поэтому дождитесь окончания вебинара, и вы обязательно получите от меня такой небольшой подарочек. Устанавливается он довольно-таки просто. И любой человек здесь может заменить свою индивидуальную картинку, написать все, что ему нравится, то сделать так, как будет удобно глазу, будет смотреться красиво, и под стиль вашего блога. Следующий секрет – это подписка для ценную бесплатность. Что это такое? Сейчас я поясню. Например, вы написали статью о каком-то плагине, расписали все его достоинства, недостатки, сняли, возможно, видео, на котором вы показали, как его правильно настраивать, делать какие-то, может быть, вещи необычные, которые не свойственны обычной настройке. И после того, как вы все это описали, конечно же, естественное желание у вашего читателя возникнет. А где же взять этот чудо-плагин? И здесь было бы неплохо, если, конечно, у вас он есть, и вы хотите поделиться с вашими читателями им, здесь можно сделать такую вещь. Подписка за ценную бесплатность. То есть не просто так давать ссылку на скачивание, и не просто перебрасывать на сайт воронку, после подписки, на который человек получит. Можно использовать вот такую форму. Это очень быстро, и, как правило, не вызывает у людей никакой неагрессии, и люди довольно-таки свободно вписывают свой имейл и считают нормальным, что почему бы не отдать свой имейл и не получить взамен такой вот ценность, как плагин, описанный выше. Тем более, если он приносит какие-то хорошие результаты. Установить такой плагин, этот плагин называется Subscribe to Download for WordPress. Вот, я сегодня также с вами им поделюсь, поэтому следите дальше за нашим вебинаром. И следующий момент – это организация и проведение конкурсов. Я совсем недавно испробовала этот момент на своем блоге, и это дает действительно очень хорошие результаты. То есть, во-первых, это, конечно же, увеличивает приток трафика на блог, во-вторых, это дает возможность вам познакомиться поближе с вашими читателями, особенно с самыми активными, поможет читателям познакомиться между собой, ну и, конечно же, привлекает тех людей, которые хотят получить главные призы. И если вы будете использовать какие-то ценности, то есть это могут быть денежные призы, могут быть курсы какие-то известные в интернете, в Рунете у нас, да, каких-то очень известных профессионалов. И таким образом люди, конечно же, захотят участвовать с целью приобрести тот или иной курс бесплатно, да, тем более еще и написать лишнюю статью на свой блог, таким образом привлечь внимание своих же читателей. И, конечно, получить дополнительный трафик как с моего блога, как организатора, да, так с блога у всех участников и, конечно же, жюри и организаторов, то есть спонсоров. Здесь есть такой совет. Не стесняйтесь, не бойтесь обращаться к этим самым профессионалам, которые выступают в данном случае спонсором. Как правило, они очень хорошо идут навстречу и выделяют свои курсы или денежные средства, потому как для них это тоже дополнительный пиар. Конечно же, чем более раскрученный ваш блог, тем большую ценность представляет ваш конкурс для всех угоучастников. Но, тем не менее, даже для тех блогов, которые не так давно появились в сети интернет, это довольно действенный способ продвижения. Кроме того, ваш конкурс можно проанонсировать на многих специальных ресурсах, которые специально созданы для собирания вот именно всех конкурсов Рунета. Их найти не составит труда, достаточно просто ввести в поиски Яндекса или Гугла конкурс Рунета, и сразу вы узнаете обо всех таких ресурсах. Еще такой момент, которым я хотела бы с вами поделиться, звучит он у меня так. «Как извлечь пользу из страницы ошибок 404?» Все мы знаем, что когда мы переходим по какой-то битой ссылке или несуществующей странице, нас перебрасывают просто на пустой белый лист, белый экран, на котором написано «Ошибка 404, страница не найдена». И для того, чтобы не терять своих посетителей, все равно рано или поздно такие страницы будут у вас возникать. От этого, к сожалению, никто не застрахован, как бы вы ни старались отслеживать. Потому что со временем, когда у вас появится огромное количество статей, вы все равно будете изменять какие-то ссылки, и такая ситуация все равно возникнет. Что я предлагаю сделать? Предлагаю сделать такую страницу 404. Вот на моем блоге, например, она реализована таким образом. Я здесь вставила картиночку, написала «Упс, ошибочка вышла». Здесь можно вставить все, что вы захотите, то есть ваши фантазии здесь вам в помощь. Технически это все проделать можно очень просто. И сейчас я вам расскажу, для чего, во-первых, это делается. Ну, я думаю, что вы уже поняли, да, что переходя на пустой белый лист, вы теряете своих посетителей. Переходя же на такую страничку, посетитель ваш остается все равно внутри вашего блога. И велика вероятность, что он кликнет по каким-то другим страницам и все же останется, попытается найти, возможно, с помощью строчки поиска или каким-то другим образом. И сейчас я вам подскажу, что здесь можно сделать. Здесь можно объяснить, по каким причинам это могло произойти. То есть эта страница была удалена или переименована, страница никогда не существовала, что у вас была неправильная ссылка. Здесь можно рассказать, что делать читателю в этом случае. То есть можете посоветовать, например, перейти на главную страницу или на страницу карты сайта, если она у вас есть в главном меню. А там уже можно довольно-таки легко отыскать именно ту статью, которую человек искал. Также можно воспользоваться поиском и, конечно же, сообщить вам о битой ссылке на странице контакта, например. Люди довольно-таки охотно дают советы, то есть помогают, сообщают о таких битых ссылках либо о каких-то других проблемах на блоге на вашем, поэтому обязательно это используйте. И, наконец, в конце можно указать такой некий паскриптум и написать там следующее. Кстати, если не хотите потеряться на моем блоге, вы можете подписаться на его новости и получать свежие статьи прямиком в свой почтовый ящик. И для этого вам необходимо ввести лишь ваш e-mail, что тоже очень удобно и помогает вам приобретать лишних подписчиков блога. То есть вы могли этого человека просто потерять, а здесь мало того, что он может остаться на вашем блоге, он может стать вашим еще и подписчиком. Поэтому рекомендую вам, конечно же, использовать этот момент. Как это можно сделать? Необходимо зайти в админку блога и создать новую запись. Ставить туда картинку, которую вы хотите использовать, написать текст, ставить форму подписки на обновление блога и так далее. Но не сохранять, а просто скопировать HTML-код. То есть вам необходимо будет потом перейти в раздел, вот именно где HTML-код сам находится, и скопировать его. Затем необходимо пройти в раздел «Внешний вид», в «Редактор», найти справа шаблон ошибки 404 и вставить туда уже в нужное место всю информацию. Там все это довольно-таки просто делается. И единственный момент, единственный совет, который я вам хотела бы дать, когда вы будете это делать, прежде чем начать эксперименты, скопируйте исходный шаблон в блокнот, чтобы в случае чего можно было бы все вернуть назад. Потому что все равно, особенно если вы новичок, вы не очень разбираетесь в том месте, куда это прямо надо конкретно ставить. Но честно вам скажу, у меня это получилось буквально со второй попытки. Поэтому здесь проблемы у вас не возникнут. Идем с вами дальше. И сейчас я хочу поговорить о топе 10 способов продвижения MLM-центра и привлечения трафика. И первый пункт – это кросс-постинг в блоге на бесплатных блога-сервисах. Это может быть как ручной, так и полуавтоматический кросс-постинг. То есть здесь вы можете завести блоги на бесплатных платформах, такие как LiveJournal, блогер от Google и какие-то другие, какие вы сможете найти в нашем интернете. Ну, я думаю, что самые распространенные – это блоги от Mail.ru, от Google, от блогер и, конечно же, LiveJournal. Если вы будете пользоваться полуавтоматическим способом и таким сервисом, как PistonPoster, то там уже представлен определенный перечень этих бесплатных блога-сервисов, на которые можно делать кросс-постинг. Рекомендую вам его использовать. Это привлечет к вам дополнительный трафик к вашему блогу. Единственный еще совет, который я здесь могу дать, это предварительно отведите какое-то небольшое количество времени для того, чтобы немножко развить ваши странички, ваши блоги эти, на бесплатных блогах-сервисах. Приобрести некоторое количество друзей, разместить там некоторую информацию о вас, написать какие-то, может быть, статьи или просто скопировать анонсы. И, конечно же, не вставляйте все статьи целиком, а просто делайте их анонсы. Потому что эти блога-сервисы очень хорошо индексируются поисковиками. И таким образом, если вы только что разместили статью на вашем блоге, опубликовали, и сразу же пойдете и опубликуете ее еще и так, то для поисковиков вы будете плагиаторами. Ваш основной блог будет плагиатором, потому что эти блога-сервисы индексируются гораздо быстрее. Учитывайте это, пожалуйста. Следующий пункт, следующий способ – это сервисы рассылок, такие как Subscriber.ru, ContentMail.ru и Mail.list.ru. Здесь тоже очень это удобно. Можете создавать свою рассылку, собирать подписчиков, опять же, с ними также контактировать. И делать анонсы ваших статей туда. Следующий способ – это социальные сети блогеров. Я рекомендую использовать вот такие вот два основные, которые использую я сама. И, скажу вам честно, очень хороший трафик оттуда идет, особенно вот с первого – Grabber.ru. Ну, SEO Minds тоже идет, но чуть меньше. Здесь собраны конкретно блогеры, которые и отслеживают ту информацию, которую вы там анонсируете. Следующий способ – это участие в тематических форумах. Конечно, здесь следует учитывать такой момент. Не стоит спамить и во всех темах, на всех этих форумах, писать просто ссылки на ваши статьи. Здесь следует немного присмотреться, пообщаться, дать совет в тему. Ну, например, если обсуждается какая-то тема, написать что-то на вроде «Да, я вот считаю так-то так-то», и на моем блоге я совсем недавно как раз давал статью, писал статью на эту тему и дать ссылочку. Как правило, такие публикации, они одобряются модераторами и не удаляются. И вы, соответственно, получаете дополнительный трафик на ваш блог. Дальше, следующий способ – это размещение видео на видеохостингах. Ну, конечно же, это очень хороший способ. Особенно самые популярные хостинги – это, конечно же, YouTube и Routube. Поэтому рекомендую прежде всего использовать их. И здесь такой совет. Помимо размещения самих видео, пишите обязательно полное название, прописывайте все ключевые слова и обязательно в описании к каждому видео давайте ссылку на ваш блог. Что это дает? Это дает, что в случае, если человек понравился ваше видео, он может, во-первых, подписаться на ваш канал, то есть стать вашим постоянным зрителем и также может перейти на ваш блог по ссылочке в описании и посмотреть, что же интересного есть еще на вашем ресурсе. Следующий способ – это анонсы в социальной сети, такие как Facebook, Twitter и ВКонтакте. Обязательно это делайте, потому как социальные сети на сегодняшний день – это мощнейший способ привлечения трафика. Огромное количество людей сегодня там находится, в том числе и для бизнеса, которые пытаются что-то изучить, посмотреть, перейти. Люди очень охотно переходят на статьи на блоге, можно создавать группы свои, можно участвовать в чужих других группах, делать там анонсы своих статей на блоге, особенно если это не приглашение в бизнес, естественно, а именно полезная статья с полезным контентом, с полезным видео. Обычно администраторы и модераторы этих групп с охотностью все это дело разрешают делать. Следующий способ – это анонсы в группы на Subscribe.ru. То есть помимо того, что на Subscribe.ru можно создать свою рассылку, здесь можно еще вступить в некоторые группы и также публиковать там анонсы, вроде того, как я только что рассказывала, про Facebook и ВКонтакте. Здесь можно делать то же самое. Конечно, часть все равно модератор будет отклонять, часть будут публиковать, тем не менее, все равно получите дополнительный трафик. Поэтому на начальном этапе, по крайней мере, не жалейте на это времени. Дальше. Комментарии на чужих блогах. Помимо того, что вы привлекаете к себе внимание, к своему бренду, как я уже говорила, на некоторых блогах, есть такие разделы, как топ-комментаторы, и можно получить открытую индексируемую ссылку на свой блог и таким образом увеличить доверие поисковых систем к вашему блогу. Старайтесь, здесь такие советы, старайтесь в комментариях не просто писать «Спасибо, классная статья», а давать какой-то развернутый ответ, рассказывайте, высказывайте свою точку зрения. Если вы не согласны с точкой зрения автора, можете тоже об этом написать, не стесняйтесь. Конечно, это должно быть все в очень корректной, такой культурной форме. И тем не менее, высказывать это привлечет дополнительное внимание к вам. Если у вас есть какие-то дополнения, тоже обязательно про них пишите. Не всем авторам, конечно, это нравится. Некоторые вступают в полемику, что пришли дополнять и комментировать, я и сама все знаю. Но тем не менее, все равно, как правило, такие комментарии одобряются и привлекают к вашему ресурсу дополнительное внимание. Следующий способ – это участие в конкурсах благосферы и организации своих. Я уже говорила о нем, поэтому я здесь не буду уже дополнительно останавливаться. Рекомендую вам именно участвовать, потому что, помимо проведения, очень хороший способ продвижения своего MLM-центра – именно участие. Особенно, если вы будете участвовать на таком блоге, который имеет очень большую посещаемость, хорошую репутацию имеет его владелец. Люди будут к вам переходить, смотреть, читать ваши конкурсные статьи. Кто-то останется вашим подписчиком, кто-то уйдет, но тем не менее, в любом случае, самое главное, что вы получите из такого участия – это дружеские отношения с теми людьми, кто участвовал в этом конкурсе. Я не так давно участвовала в одном из конкурсов, одного из очень известных блогеров. Именно они не связаны с MLM были, но тем не менее. И я приобрела большое количество людей, с которыми по сей день общаюсь, общение с которыми доставляет мне огромное удовольствие. Часть из них стала моими подписчиками, регулярно комментирует мой блог. И в любом случае, это очень хороший способ продвижения. И последний способ, которым я хотела бы поделиться с вами сегодня, это публикация интервью с интересными людьми. Это могут быть как люди, известные в вашей нише, так и какие-то просто всемирно известные люди, по крайней мере, в Рунете. И не стесняйтесь просить у них об интервью. Конечно, не все согласятся, но на самом деле очень многие соглашаются, потому как для них это тоже лишний способ продвижения. Что это даст вашему блогу? Конечно же, это привлечет внимание всех-всех людей, кто знает этого человека. Потому что, во-первых, этот человек, скорее всего, проанонсирует это либо у себя на блоге, либо в социальных сетях. Ну, каким-то образом, даже если он просто лайкнет вашу статью, это будет уже огромным плюсом, потому как он авторитет, и те люди, для которых он является авторитетом, конечно же, пойдут посмотреть, что же там за интервью, кто его брал, что там за ресурс, и, возможно, останутся также на вашем блоге на какое-то время, изучат какие-то ваши другие статьи, возможно, даже станут вашими подписчиками. Это тоже отличный способ продвижения не только MLM-центра, а вообще вас как бренда. Так, идем с вами дальше. Что же такое залог успеха MLM-центра? Я хотела бы обратить особое ваше внимание. Это, конечно же, полезный контент и правильно подобранные ключевые слова. Когда вы создаете свои новые статьи и публикуете их на блоге, не ленитесь подбирать хорошие названия, подбирать ключевые слова. И таким образом можно даже совсем нераскрученному блогу попасть в топ. В топ Яндекса или Гугла. Гугл, конечно, сложнее, но в топ Яндекса довольно-таки реально попасть. По крайней мере, по некоторым ключевым словам, я свой блог продвинула в топе Яндекса, в топ-10 Яндекса на первой странице. И рекомендую вам делать точности так же. И для этого рекомендую использовать, если ваш блог находится на WordPress, использовать такой плагин, как All-in-One SEO Pack. Так, и последний момент, который я хотела бы осветить на сегодняшнем вебинаре, это такое привлекательное название, интригующее. Что же за зверь отпугивает посетителей с вашего блога? И, ну, я думаю, что по скриншоту вы уже догадались, что это такое. Это, конечно же, скорость загрузки его. То есть на некоторые блоги заходишь, и пока загрузится даже главная страница, пройдет иногда 2, а то и больше минут. И не каждый человек далеко будет ждать. От чего это происходит? Конечно же, это перегружено с плагинами. Поэтому, когда вы устанавливаете их, всегда смотрите, чтобы скорость загрузки была на нормальном уровне. Есть такой сервис, на котором вы можете проверить скорость загрузки вашего блога. И сейчас вы видите ссылочку на экране. Так, Людмила пишет, пропал звук. Все ли нормально со звуком? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично, вижу. Спасибо большое, друзья. Со звуком все нормально. Я продолжаю. Таким образом, можете перейти по этому, на этот ресурс и проверить. Делается это довольно-таки просто. Просто вводите название вашего домена в строку специально отведенную, и в тот же момент вы увидите время загрузки. Вот, например, мой блог загружается за 0,93 секунды. Это довольно неплохой показатель. Поэтому рекомендую вам проверить свои блоги. И если что, надо что-то делать с плагинами и со всеми, либо устанавливать какие-то дополнительные. Есть специальные плагины, которые увеличивают скорость, которые помогают именно увеличить скорость загрузки вашего сайта и блога. Так, и на сегодняшний момент я хотела бы еще поделиться с вами подарочком моим, который я вам обещала. Сейчас я вам скину ссылку в чат. Так, пожалуйста, друзья, ссылочка на подарок – это, как я уже говорила, это два плагина, которые позволяют улучшать взаимоотношения с вашими подписчиками и конвертировать их в подписчики. Если вам интересно, пожалуйста, скачивайте и обязательно применяйте. Ну, я надеюсь, что моя сегодняшняя информация была вам полезна. И сейчас я сделаю пару анонсов, и мы перейдем с вами к вопросам. Можете пока писать в чате вопросы, я обязательно на них на все отвечу. И, друзья, следующий понедельник, 1 июля, 20.00 по Москве, у нас будет вечер вопросов и ответов, как обычно, в первый понедельник месяца. И проведет этот вечер вопросов и ответов наш лидер, нашей команды Марина Метель. Поэтому сохраните ссылочку и обязательно приходите в следующий понедельник. Кроме этого, обращаясь к нашим партнерам и к тем людям, которым интересно, как именно мы проводим наши презентации, кому интересно посмотреть, как именно мы работаем в плане рекрутинга изнутри, то есть заглянуть за кулисы нашего бизнеса, я вас всех приглашаю завтра в эту же комнату на презентацию нашей компании в 20.00 по Москве. Пожалуйста, приходите, кому интересно. Ну, а сейчас я вижу, смотрю вопросы, пожалуйста, пишите, кому что интересно. Я обязательно дополню и на все отвечу. Посмотреть запись, скорее всего, будет, и посмотрите этот вебинар. Если вы подписаны на мою рассылку, либо рассылку в Wellness Team, то вы обязательно получите этот вебинар в записи, либо можно будет на моем блоге его посмотреть. Здесь, к сожалению, мы не даем никаких ссылочек и адрес своего блога, я не могу вам скинуть. Найти его очень просто в Яндексе, просто можете ввести в поиски блог Марина Александрова, и вы обязательно найдете мой блог и посмотрите все, что вас интересует. Так, что такое футер? Футер – это внизу страницы, всплывающее такое небольшое окошечко, в котором тоже есть форма подписки, то есть имя и e-mail. И введя туда свои данные, человек, опять же, попадает к вам в рассылку. Так, очень быстро убегает, к сожалению. Александр, мы работаем с какой-то определенной компанией. У нас одна компания, Wellness Team, но мы, к сожалению, не озвучиваем здесь название, поэтому, если вам будет интересно, я думаю, это не составит труда выяснить. Так, что еще у нас здесь есть? Большое спасибо, друзья, вам за благодарность. Я надеюсь, что моя информация вам обязательно поможет. Применяйте, буду рада делиться с вами вновь. Так, ну, я думаю, что вопросы, наверное, закупок, вот еще вопросы пошли. В чем принципиальное отличие блогу от MLM-центра? Блог, он выполняет огромное количество функций. Наш же MLM-центр, он решает только всего три задачи. То есть, это формирование персонального бренда, это развитие доверительных отношений с нашими читателями, и, конечно же, конвертация их в наши подписчики. Это основные отличия, потому что, во-первых, наши MLM-центры, они строго ориентированы, их ниши обычно очень сужены, и обычный же блог, он может по нескольким темам быть. Там может находиться огромное количество информации. Некоторые блогеры ведут блоги по даже совершенно различным тематикам. То есть, это может быть как здоровье, так и кулинария, и все прочее. Как подгрузить страницу благодарности? Так, секундочку, сейчас я вернусь к моему слайду. Страница благодарности. Сейчас, друзья, секундочку. Так, страница благодарности. Видимо, это имеется в виду, да? Смотрите, за это отвечает, я, видимо, когда рассказывала, наверное, не сказала. За это отвечает специальный плагин Commentary Direct by Yoast. Запишите, пожалуйста, и обязательно его используйте. Он очень хорошо помогает в развитии именно доверительных отношений с вашими подписчиками, с вашими читателями вашего блога. Здесь, опять же, практически каждый человек может стать подписчиком как блога, так и рассылки вашей. Так, ну все, друзья, видимо, я на все вопросы ответила, где его можно скачать. Ну, попробуйте найти в интернете, потому что, насколько мне не изменяет память, я его скачала просто из интернета. Если вдруг у вас не получится, можете найти меня либо в социальных сетях, либо еще где-то, я вам обязательно помогу. Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня я буду заканчивать. Давайте еще раз напомню о том, что следующий понедельник нас ждет вечер вопросов и ответов с Мариной Метель. Обязательно приходите и применяйте всю ту информацию, которую мы даем в наших вебинарах, той информацией, которой мы с вами щедро делимся. Обязательно применяйте, и ваш бизнес будет взлетать вверх вновь и вновь. Я веду свой блог около… увидела еще один вопрос, отвеченный на него. Активно я развиваю свой блог всего несколько месяцев, это где-то 5-6 месяцев. Ну все, друзья, до новых встреч. С вами была Марина Александрова. Большое спасибо вам за благодарность и за то, что вы посетили сегодняшний вебинар.